В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Обновленный проект дороги Солнцево-Бутово-Видное обсудили с жителями в администрации. Рассматриваются варианты какие-то полностью, что называется, проехаться катком. Но я по другому слову сказать не могу. Катком по домам наших жителей. Глава муниципалитета и общественники проверили работу учреждений здравоохранения. Когда это только начиналось, 56 тысяч жителей было в городе. Сейчас мы можем говорить о порядка 150-200, которые сюда ходят. Видновская школа номер 7 отметила 30-й день рождения. Здесь учатся самые лучшие ученики и руководят нами самые добрые и любящие учителя. Обновленный проект региональной платной трассы Солнцево-Бутово-Видное, представленный подмосковными властями, не нашел позитивного отклика среди жителей Ленинского городского округа. Основное недовольство вызвало расположение будущей дороги. К вопросу подключились муниципальные власти и депутаты. Подробнее о заседании рабочей группы расскажет Дмитрий Книга. В администрации округа состоялось заседание рабочей группы с участием руководства муниципалитета, депутатов и инициативных жителей по вопросу строительства дороги Солнцево-Бутово-Видное. Региональную платную трассу планируется проложить по территории Ленинского округа с выходом на Латкарина и окончанием в железнодорожном. Вопросы, которые возникают, они достаточно разнообразные, начиная от платности проезда по этой дороге, от проектных решений для удобства ее прохождения в жилых микрорайонах, где уже живут наши жители. И кончая вопросами, в том числе, изъятия земельных участков, там, где эти участки пройдут по землям, находящимся в частную собственность. Причем такие вопросы идут как от жителей, так и от предпринимательского сообщества. Основные моменты обсудили по видеосвязи с разработчиками проекта и представителями Комитета по архитектуре и градостроительству в Московской области. Отдельно были рассмотрены все проблемные участки. Разработчики давали и готовы дать обоснованные ответы и те возможные изменения, которые мы расстояние сделаем в трассе. Проект строительства, который существует в настоящий момент, не устраивает жителей тех районов, где планируется прокладка дороги вместе со всеми объектами дорожной инфраструктуры. Главным образом у населения возникают вопросы по экологии и расположению трассы. Мы слышим о том, что у нас в частности СНТ Победа, Расторгуева, СНТ Лира, село Ермольна, деревня Петрушина, Пуговичина, Сопронова, Калиновка. То есть рассматриваются варианты какие-то полностью, что называется, проехаться катком. Но я по другому слову сказать не могу. Катком по домам наших жителей. При том, что, на мой взгляд, это тоже на сегодняшний день важная проблема, которую надо срочно решать. Это информированность жителей. Также большое беспокойство испытывают жители шестого микрорайона, где дорога пройдет в непосредственной близости с жилыми домами. Был вариант южнее на несколько километров. Южнее это в сторону, вот если вы видите Пуговичинский пруд, там чуть ниже, да, мы посмотрим туда. Там сейчас свободные поля. Свободные поля, которые, в принципе, позволяют сделать это с минимальным ущербом для здоровья жителей. Муниципальные депутаты провели более ста встреч с населением и собрали все замечания, которые передали депутатам Государственной и Московской областной думы. Мы понимаем, что там все санитарные нормы, они там минимальные значения приближаются к 25 метрам, да, то есть о которых тут речи быть не может, если мы говорим о южном видном и завидном. Даже вот это углубление, да, оно не спасет ситуацию к тому, чтобы отдалить расстояние от дорог. Участниками заседания было принято решение собрать воедино все предложения по строительству и представить их в Комитет по архитектуре и градостроительству на очередной встрече, которая состоится уже на следующей неделе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Алексей Спасский вместе с представителями общественных палат Московской области и Ленинского городского округа и руководством ВРКБ оценили работу учреждений здравоохранения на территории муниципалитета. Одним из объектов, на которые было направлено самое пристальное внимание, стала Видновская стоматологическая поликлиника. Туда отправилась и наша съемочная группа. Главный врач Видновской стоматологической поликлиники Геннадий Курятников встречает гостей, пришедших с инспекции у входа в заведение. Представителям общественных палат Московской области и Ленинского округа, руководству ВРКБ и главе округа, он первым делом подробно рассказал о планах по ремонту здания. С 1 марта запускается ремонт на 658 тысяч, из них порядка 100 тысяч ОМС. То есть то, что позволим себе потратить остальное, судя в сплатном секторе, ремонт трех помещений. Это рентген. Полностью делаем ремонт регистратуры заново, потому что он делался 9 лет назад. И создаем помещение для врачей в рамках непрерывного медицинского образования. Уже в начале встречи председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты Московской области Евгений Мартынов отметил ряд положительных сторон в работе медицинской системы Ленинского округа. Хочу обратить ваше внимание и поблагодарить за то, что у нас в Московской области в рамках вот этих 59 открытых телеграм-чатов «Видное здоровье» – это самый крупный чат по количеству жителей, при том, что «Видное» Ленинский район – это не самый крупный по количеству жителей, проживающих на территории. Евгений Мартынов, помимо того, что курирует вопросы здравоохранения в общественной палате Московской области, ведет видеоблог, посвященный медицине. А потому проверка поликлиники проходила еще и в онлайн-режиме. Добрый день, уважаемые друзья. Общественная палата Московской области сегодня работает в Ленинском городском округе. Первая наша точка – это стоматологическая государственная поликлиника «Школьная-66». Были вопросы жителей, обязательно на все ответим. С нами сегодня Алексей Петрович Спасский, глава Ленинского городского округа, главный врач Геннадий Курятников. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за открытый диалог. Уже внутри поликлиники Геннадий Курятников подробно рассказал о всех нюансах работы учреждения, проходимость которого 2-2,5 тысячи человек в неделю. Блогер Евгений Мартынов лично проверял, как ведется работа с посетителями и делился выводами со зрителями из Всемирной паутины и с главой городского округа. В Видновской стоматологической поликлинике трудится 111 человек – медсестры, врачи, технический персонал. Представитель общественной палаты пообщался и с докторами, где также постарался узнать тонкости работы с пациентами. «Фотополимерный композит, световая пломба, так называемая, по медицинским показаниям, если человеку она показана, по мнению врача, здесь, в рамках УМС, ее могут поставить человеку?» «Да, обязательно». «Она российского производства у вас, я правильно понимаю?» «Да, она российского производства». «Алексей Петрович, вот просто, которые по УМС, соответственно, могут почистить звук». После обстоятельного разговора с врачами, для полноты картины, Евгений Мартынов поговорил и с пациентами, которые ожидали приема в ФАЕ. «Как вы оцениваете здесь доступность медицинской помощи? Возможно ли записаться по УМС бесплатно? Тут оказывается технологическая помощь? Ваше мнение?» «Хорошо, все хорошо и записаться нужно, обслуживание великолепное, ничего не могу сказать». «Понятно». Главная проблема, которую отметили и врачи с пациентами, и представители общественных палат, и глава городского округа, это маленькая площадь поликлиники, которая, в свою очередь, накладывает физические ограничения на прием жителей. «Когда это только начиналось, 56 тысяч жителей было в городе. Сейчас мы можем говорить о порядке 150-200, которые сюда ходят. Понятно, что появилось большое количество платных коммерческих поликлиник, но, тем не менее, бесплатная медицинская услуга, а по 2020 году это почти 40 тысяч человек, которые обратились, которые получили. Она никуда не денется, да, и нужно развивать. Более того, несколько маленьких замечаний было, как-то туалет на первом этаже, там что-то поправить. Я думаю, что здесь мы включимся и решим эти вопросы». Одно из решений по увеличению количества приемов пациентов, которое было озвучено в ходе встречи – организация дополнительных стоматологических кабинетов в амбулаториях, расположенных в поселениях городского округа, а в перспективе – строительство нового здания поликлиники. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В продолжении темы здравоохранения. В историко-культурном центре прошла встреча с жителями по вопросам медицины в Ленинском городском округе. О том, какие темы были затронуты, расскажет Екатерина Коваленко. Максимально откровенно и продуктивно о медицине. В историко-культурном центре прошла встреча с жителями по вопросам здравоохранения. Модераторами собрания стали заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и председатель общественного совета при общественной палате Московской области Евгений Мартынов, который накануне побывал в медицинских учреждениях муниципалитета. Мы заранее собирали в соцсетях и те медучреждения, куда надо приехать, и на этом основании строили свой маршрут. Это был К-36, это детская поликлиника, куда интегрирован детский КДЦ и где сейчас временно находится взрослая поликлиника. Нахождение взрослой поликлиники в стенах детской вызывает много вопросов у жителей. Несмотря на то, что у здания несколько отдельных входов и врачи уделяют большое внимание правильной маршрутизации пациентов, но смешение потоков все равно происходит. Продлиться такое неудобство, по словам главного врача в РКБ Бутая Бутаева, недолго. У нас идет достаточно такой масштабный капитальный ремонт здания взрослой поликлиники, где мы несем много новшеств таких современных, поэтому призываю всех, конечно, немножко потерпеться. Все скоро будет. Это где-то будет апрель, как нам говорят строители. Работа амбулаторий и травмпунктов, состояние медицинских учреждений Ленинского округа, а спектр тем для обсуждения очень широк. А еще, конечно, коронавирус и вакцинация, которая в Ленинском округе набрала приличные темпы. Мы организовали три стационарных пункта вакцинации. Один из пунктов вакцинации – это взрослая поликлиника, которая располагалась в детской поликлинике, Молотовская амбулатория и Южная поликлиника. Кроме этого, у нас еще четвертый пункт вакцинации – это торговый комплекс «Ведос». По субботам и воскресеньям еще один пункт вакцинации, также при удобстве наших жителей, организованных в кинотеатре «Искра». Острых тем было немало, ведь медицина – традиционно чувствительная зона. Вопросы поступали как онлайн, через открытый телеграм-чат «Видное здоровье», так и вживую. У ребенка шатается сильно зубы. Записываться к зубному врачу составляет ровно 14 дней. Когда говоришь, что возможностей нет, у ребенка уже совсем шатаются зубы. Нет, все равно 14 дней. Или приходите, сидите в живой очереди. Вот такой вот получали от него. Ситуацию прокомментировал главный врач Видновской стоматологической поликлиники Геннадий Курятников. Отказы от гьянах таких, что пришли в живую очередь на 3 часа, даже если 10-15 минут. Работают два хирурга, две смены. Проблемы там нет, тем более мало жизни. Медицинскую проблематику держат на контроле и в депутатском корпусе муниципалитета. Потоки тяжело разделять и загруженность высокая на врачей ложится. Поэтому, конечно, очень много обращений. Собрание продолжалось более двух часов. Посетил его и заместитель, министр здравоохранения Московской области Руслан Кошелев, который отметил высокий уровень работы в Видновской районной клинической больнице, как одного из лучших медучреждений на юге Подмосковья. В последние несколько лет в районе Московской области были вложены большие деньги как в медоборудование, так и в капитальный ремонт. И это не предел. То есть мы будем дальше продолжать, скажем так, улучшать материально-техническую базу. Но, как говорят у нас в министерстве, важно еще и, кто будет с этим работать. Поэтому с приходом нового руководства в больницу у нас большой приток кадров, высокопрофессиональных, подготовленных. Поэтому я считаю, что вот этот вот, скажем так, симбиоз усиления материально-технической базы и человеческого фактора позволит нам выйти на новый уровень здравоохранения в Ленинском округе. В завершении встречи всех желающих пригласили в открытый телеграм-чат «Видное здоровье», где медицина нашего округа обсуждается открытым и честным языком. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Борьба с припаркованными авто возле контейнерных площадок перешла на новый уровень. Теперь сообщить о нарушениях может каждый житель Ленинского городского округа. Воспользовавшись разделом «Народный инспектор» на портале «Добродел». Как он работает нашему корреспонденту, рассказали члены Общественной палаты муниципалитета. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. Региональный оператор не вывозит мусор. Начальникам территориальных отделов Ленинского городского округа постоянно приходится встречаться с подобными жалобами от населения. Но причина чаще всего кроится не в плохой работе коммунальных служб, а в элементарном нарушении правил парковки самими жителями. Недобросовестные владельцы авто просто перегораживают подъезд мусоровывозящим машинам к контейнерным площадкам. Водители, все меры, которые они могут принять, они предпринимают. Если есть минимальная возможность подъехать к контейнерной площадке, они это делают. Другой вопрос, что как в данном случае у нас выкатить контейнеры очень проблематично, то да, скорее всего, на данную контейнерную площадку придется заезжать в следующий раз, чтобы вывести все отходы, которые здесь накопились. Борьба с такими автомобилями ведется постоянно, а теперь вышла на новый уровень. Около трех месяцев назад на портале Добродел появился раздел «Народный инспектор». Можно сфотографировать номер машины и отправить его в службу контроля. И тогда придет штраф водителю, и в дальнейшем он не будет этого делать. Потому что на сегодняшний момент, если машина эта так и останется, мусоровоз действительно не сможет вывезти. И мы потом будем возмущаться, почему рекоператор не вывозит у нас мусор. Помочь округу избавиться от несанкционированной парковки возле контейнерных площадок может каждый житель. Достаточно скачать приложение «Добродел», зарегистрироваться, зайти в раздел «Народный инспектор», выбрать соответствующую геолокацию, сделать четкое фото, чтобы был виден регистрационный номер авто, и с комментарием отправить в центр обработки. Все заявки стекаются в территориальный отдел Госадомтехнадзора. Получается информация о собственнике, направляется уже штраф по почте. Для физических лиц данный штраф составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. А для юридических? Для юридических от 30 до 50. Если злостный нарушитель неоднократно совершает данные нарушения, то уже это является исчезающими обстоятельствами. Также штраф будет отображаться в личном кабинете портала Госуслуги. За достаточно короткий срок работы программы уже есть видимые результаты. Поймали и привлекли к ответственности более 100 автовладельцев. Постоянный мониторинг нарушителей на территории округа ведут члены общественной палаты и ассоциации председателей многоквартирных домов муниципалитета. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Ровно 30 лет назад видновская школа номер 7 впервые открыла свои двери для учеников. За это время в ее стенах получили образование тысячи ребят. Появились школьные радио, своя газета, театральная студия и еще много интересного. Как все начиналось и чем живет школа сейчас, узнала наша съемочная группа. Вот так весело под музыку начался 5 февраля учебный день в школе номер 7. Нарядные ученики спешат поздравить не менее нарядных учителей и директора с их общим праздником – днем рождения школы. У нас самая замечательная школа с нашими самыми замечательными учителями. Это все благодаря вам. Оставайтесь всегда такой же замечательной, такой же красивой, такой же молодой, такой же для всех для нас любимой. Вы и самый лучший директор нашей школы. В этом году Видновская школа номер 7 отмечает круглую дату. Ей 30 лет. Я хочу поблагодарить весь педагогический коллектив, который старается, работает, любит наших детей. Я хочу поздравить всех детей наших с этим праздником, которые делают успешной эту школу только наши дети. Конечно, огромное спасибо родителям за их поддержку. К сожалению, из-за пандемии праздничный концерт устроить не удалось, но ребята вместе с учителями все равно постарались создать атмосферу праздника. В холле первого этажа оборудовали яркую фотозону, подготовили выставку стен газет и плакатов, сняли видео поздравления и фильм о любимой школе. А нам рассказали, почему считают ее самой лучшей. Здесь учатся самые лучшие ученики и руководят нами самые добрые и любящие учителя. Здесь мы чувствуем себя как дома. Всегда приятно прийти, приятно получать новые знания, приятно общаться с одноклассниками, с учителями в том числе. Учителя хорошие, да. И еще готовят. Мы очень любим нашу школу, с удовольствием каждый день сюда приходим, чтобы получать знания. Также хочется пожелать ей процветания и хороших, и умных учеников. За 30 лет здесь сформировался крепкий и дружный коллектив педагогов с большой буквы. Сейчас в школе трудится 77 учителей, из которых 6 человек работают здесь с самого открытия. Как, например, учитель начальных классов Наталья Дмитриевна Климова. Она прекрасно помнит, как впервые переступила порог школы. Она была самая просторная, она была самая красивая, она была самая... Ну, мы тогда были молодые, для нас это просто был дворец. Пустой дворец, но дворец. И вот мы хотели сделать ее еще лучше. Завозили все сами. Мебель, занавески украшали, раскрашивали, мыли. В общем, делали все, чтобы нам было уютно. Школа стала нашим домом. Среди учителей много и молодых специалистов, многие из которых когда-то сами учили здесь. Я закончила данную школу в 2007 году и в 2020 году я пришла сюда работать. Я хотела сюда вернуться, потому что это мой второй дом. Я знаю этот коллектив давно, я его люблю. Сейчас это уже мои коллеги. Раньше это были мои учителя-наставники. За 30 лет в 7-й школе получили образование тысячи ребят, в том числе 70 золотых и 64 серебряных медалиста. Недавно она вошла в топ-50 лучших школ Московской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Здесь появилось свое радио, газета «Семерочка», волонтерский отряд «Семья», театральные объединения. Единственное, что огорчает педагогов и учеников, переполненность школы. Сейчас здесь в две смены обучаются 1855 ребят. Поэтому их главная заветная мечта – новое здание или пристройка, чтобы места хватило всем. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.